Барашек Шон Барашек Шон Полуторачасовой пластилиновый мультфильм без диалогов, пускай и основанный на популярном сериале. Но риск себя оправдал. Картина просто отличная. Герои не произносят ни единого слова, но это не мешает, а помогает мультфильму быть уморительно смешным и энергичным. И зрителям даже не нужно будить своего внутреннего ребенка. Для взрослых тут шуток не меньше, чем для детей. Студия Армден Анимейшнс хорошо всем знакома по Уоллису и Громету, которые тоже сперва были героями мультсериала, а потом перешли на большой экран. Полнометражка «Проклятие кролика оборотня», снятая совместно с DreamWorks, вышла отличной, но не обошлось без потерь. Пришлось во многом отойти от духа сериала и написать историю практически в духе Скуби-Ду. Барашек Шон избежал всех этих проблем. Мультфильм по стилю совершенно такой же, как телесериал. Его сюжет вполне мог лечь в основу одной из его серий. Все начинается как обычно. Овцы живут на ферме, их пасут рассеянный фермер и его куда более умная собака. А вожак стада — хитроумный Шон, строит им каверзы. В результате его особенно неудачной шутки фермер оказывается в большом городе и теряет память. Оставшись без кормильца, овцы хватаются за кудлатые головы и бросаются его искать. А в большом городе шумно, людно, сложно и орудует жестокий ловец животных, у которого очень скоро появится зуб на Шона и компанию. Незамысловатый сюжет становится основой для роскошной немой комедии. После Шона начинаешь лучше понимать, почему зрители так любили Чарли Чаплина и Бастера Китона. Юмор Шона — это юмор пантомимы, смешных и неловких ситуаций, даже мимики. Овцы и собака смешно подражают людям, а люди смешно им верят. То собаку принимают за хирурга, который должен сделать операцию, то злодей пытается галантно ухаживать за дамой, которая на самом деле — две сидящих друг на друге овцы. И все это почти без слов. Почти. Потому что иногда герои все же бормочут что-то неразборчивое или позволяют себе междуметья вроде «Угу» или «Эй». Слова есть и в надписях, на вывесках, знаках, плакатах. Кстати, русские локализаторы — большие молодцы. Они перевели все важные для сюжета надписи, сохранив шрифты из оригинала. Но даже без этого все было бы понятно. Юмор барашка Шона не требует перевода. Он равнопонятен европейцам и азиатам, мужчинам и женщинам, детям и взрослым. Хотя нет, не совсем так. Взрослый зритель Шона получит дополнительный бонус. Потому что Галишовский и Бёртон начинили мультфильм десятками визуальных цитат и отсылок ко всему на свете. Только успевай замечать. А когда герои попадают в приют для зверей, похожий на тюрьму, отсылки к киноклассике начинают просто сыпаться градом. Хотя «Барашек Шон» мультфильм пластилиновый и почти немой, он отнюдь не старомоден. Даже по мелочам заметно, что мультфильм делался в 21 веке. Большой город показан очень многонациональным. Интернет и СМИ играют немалую роль в сюжете. Подростки снимают происходящее с героями на свои мобильники, а фермер превращается чуть ли не в интернет-мен. Такие моменты сильно отличают Шона от Уоллеса и Громета, мультфильмы о которых происходят в каком-то пасторальном ретро-мире. Аниматоры «Ардман» прекрасно осознают, в каком веке они живут. Просто они не считают, что все должны снимать мультфильмы, так как лидеры индустрии. Да, это бог, эта отличная вещь окупится, и в широкий прокат вернутся другие традиционные мультфильмы. Пластилиновые, кукольные, рисованные, немые и говорящие. Одним словом, разные. Субтитры создавал DimaTorzok